Здравствуйте, мои друзья! И просто пока зрители моего канала. Загадка от Татьяны. В своих видео я делюсь с вами своими самыми интересными событиями из своей жизни, моими способами излечения от болезни, своим творчеством и так далее. Вот и сегодня мне хотелось бы показать вам теплицу своей подруги и рассказать немного о тех овощах, которые она в этой теплице выращивает. Но сначала послушайте, пожалуйста, мою загадку. Оно от солнца к нам исходит и от батареи тоже. Мы жмёмся, если его нет, и кутаемся в тёплый плед. Что же это такое? Свои отгадки пишите, пожалуйста, ниже этого видео. Итак, что же это за сооружение такое, теплица? А вот она, арочная теплица в форме дуги, размером 3 метра на где-то 7,5 или 8 даже. В таких теплицах растения получают больше света и тепла, чем в односкатных и двускатных. Да и снег не скатывается, не скапливается на такой теплице, он скатывается. Сделана она из поликарбоната. Вот такой материал похож на стекло, но это не стекло, поликарбонат называется. Мы знаем, что в теплице более комфортные условия для растений, поэтому и более ранний урожай получается. Теплица защищает растения от неблагоприятных весенних условий, таких как холод, например. У теплицы здесь два входа. Один вот здесь, где я сейчас войду, и другой в конце теплицы. Этой теплице только три года. Здесь вмещается много корней овощей. Высажены они сюда в начале мая. Конечно, сначала семена сажались дома, после пикировки еще в одной маленькой теплице росли возле дома, а затем только были привезены сюда и высажены в эту теплицу. Сейчас я войду в теплицу и покажу, Какие же овощи здесь радуют уже немалое время своих хозяев-тружеников. Справа от нас баклажаны находятся два ряда. Уже первые выросли и годную пищу были в середине июля. Вот такие баклажаны. Их сорвали. Вот подрастают два небольшие. И дальше там цветут еще. Среди них выросли два помидора. Семена с прошлого года. Вот один помидор и вот второй. И, как видим, неплохие помидоры. И скоро они дадут урожай. Семена с прошлого года остались и каким-то образом проросли. Дальше хороший сосед для баклажан и остальных овощей, которые растут в теплице. Перец. Здесь семь рядов посажены. Вот сколько здесь перца. Урожай большой. И давно уже хозяйка кушает этот перец. И меня угощало тоже. Вот краснеет он. Очень даже неплохой урожай перца. И последнее, по правую сторону от дорожки, четыре ряда огурцов. Они подвязаны. Вот так. Вот какие высокие ряды. И уже плодоносятся в середине июня. Много вот завязи. Здесь пчелы летают, опыляют. И много огурцов вот таких выросло уже. Хотя два дня назад собирали здесь урожай уже. Вот, до самой крыши они растут и хорошо плодоносят. Что же находится с левой стороны? Левая сторона вся посажена, высажены здесь томаты. Вот два последних ряда. Очень высокие. Очень высокие томаты. Но даже если они в открытом грунте растут, пусть даже низкорослые сорта. В теплице они имеют свойство все-таки вытягиваться в высоту. Очень много времени у нас ушло на подвязку этих томатов. И вот уже плодоносят. Большие здесь вот плоды. Вот какой большой томат вырос. И вот это большой, красный. Да, томаты уже со среди, нет, с конца июня уже начали давать урожай. Вот такие. И вся левая сторона. Разные сорта здесь посажены томатом. Мы когда высаживали в открытый грунт, хозяйка очень любит эксперименты. И сортов было больше 20. Здесь я точно не знаю, сколько сортов. Но много тоже. И вот разные. По 11 рядов. По 3 томата в ряду. Вот. Краснеет. Ну, 2 дня назад, я говорю, здесь уже собирался урожай. Так. Весь этот овощной букет, это теплолюбивые культуры. Конечно, работа с землей. Выращивание этих овощей очень трудоемкий. Процесс. Но труд хозяев обязательно восполняется урожаем. Очень радуемся мы всему, что поспевает здесь. Какие же вкусные огурцы и томаты в салате и по отдельности. А какой вкусный и полезный перец и баклажаны. Я сама очень люблю землю и уважаю тех людей, кто на ней трудится. Вот такая теплица есть на даче у моей подруги. И вот какие овощи в ней растут. А отгадка сегодня на мою загадку. Тепло. Поэтому я и сделала это видео о теплице, которая создает тепло для этих растений. И они плодоносят намного раньше, чем в открытом грунте. Если вам было интересно это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь с друзьями в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ватсапе, в Инстаграм. И подпишитесь на мой канал «Загадка от Татьяны». И пусть у вас всё всегда будет хорошо. До новых встреч!